А мы можем их разукрасить и сделать тоже такую деревянную прикольную елку, то есть такую интересную. Главный символ Нового года не обязательно должен быть из леса. Сделать его можно своими руками, как и елочные украшения, причем без вреда для окружающей среды. Совместить творчество и заботу об окружающем мире легко. Экология, она начинается в первую очередь с тебя. Чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. Поэтому мы пытаемся донести, что сейчас с каждым годом потребление экологичное очень актуально. Палитра из картона, акриловые краски и немного фантазии. Виктория на творческом мастер-классе не первый раз. Свою ка-елку подарит родителям на Новый год. И хотела вот зиню нарисовать. Я вот умею ее хорошо рисовать, я стараюсь. Была в садике, я вот училась, старалась. Кусочки древесины и пластиковые трубочки – наполнитель для подарочных коробок. Материалы доступны и каждому. Как только краски подсохли, ребята приступили ко второй части работ. Вот эта правильность обращения с материалом – это как раз то, о чем мы хотим объяснить детям. Соответственно, те же пластиковые принадлежности, то есть они тоже могут использоваться в творчестве. Прекрасные из ложечек одноразовых получаются подснежники. Собирать макулатуру, батарейки и разделять вторсырье по категориям – для воспитанников школы «Надежда» дело привычное. Мы, наверное, уже давно рассказываем детям про важность сбора крышечек, и очень многие ребятки наши их собирают. Прямо у нас такие большие коробки, которые потом мы их обязательно передаем благотворительной организации. Так вот, представьте, сколько будет крышечек после новогодних праздников. Так вот, они могут это все не выбросить, а сделать из этого очень красивую подделку и подарить своим родителям. Экологические мастер-классы проходят уже третий месяц. Впрочем, организаторы уже думают над тем, чему будут посвящены следующие творческие занятия.